МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В проекте одно, на деле другое, что творится на строительных объектах в Чебоксарах. Всем выйти из сумрака или освещение в поселке Новые Лапсары. Смена рода деятельности, чем занимались депутаты городского собрания, вооружившись лопатами и шлангом. Изменить нельзя оставить. Где тут нужна запятая на заседании решало городское собрание депутатов. В повестке дня значился вопрос о переводе участка с долгостроем по улице Энгельса из одной функциональной зоны в другую. О том, что означает это для города и что еще обсудили на собрании в сюжете. Значительная часть повестки дня в этот раз касалась нормотворческой деятельности депутатов. Так, главный документ города устав Чебоксар пополнен с мерами, которая предпримет собрание, чтобы укрепить межнациональное согласие и развивать дальше культуру народов страны. А в документе, который регулирует возмещение депутатам расходов в связи с их деятельностью, к примеру, на командировке, появились уточнения, как сказано в пояснительной записке, с целью контроля за эффективным использованием средств Чебоксарского бюджета. Конечно, подобные изменения для простых горожан малозаметны. Однако иногда даже небольшое изменение в документе может привести к серьезным последствиям в реальной жизни. Так получилось с участком по адресу улицы Энгельса, 1Г. Застройщик обещал построить там одно, а в проекте совсем другое. Они брали земельный участок под строительство многоуровневых парковок подземных и офисных помещений. Все. Вот. Затем они вышли на нашу комиссию с просьбой перевести сначала в многоэтажное строительство, на что мы им ответили, извините, так делать нельзя, потому что мы тем самым можем создать очень нехороший прецедент в городе, когда люди, вводя в заблуждение, будут брать под какую-нибудь благую цель, которая городу очень нужна, а затем построят значит там какой-нибудь жилой дом. Ну и самое главное, мы здесь нарушаем законодательство, потому что для строительства жилого дома все земельные участки должны предоставляться только с аукциона. Поняв, что в требуемую функциональную зону участок не переведут, застройщик решил поступить следующим образом. Перевести землю в зону деловой активности такой вариант народные избранники тоже не поддержали. Ведь строительство жилья в зоне с таким названием закону не противоречит. А значит, в случае положительного решения это развяжет руки застройщику. Решение отправили на доработку. Ну а следующий пункт в повестке дня вопросов и нареканий не вызвал ни у кого. Речь о продолжении участия Чебоксар в проекте «Здоровые города». Базовым принципом работы в рамках данного проекта является учет вопросов здоровья во всех городских стратегиях. В этом проекте участвуют все структурные подразделения. Таким образом, вступление города в шестую фазу проекта «Здоровые города» позволит и дальше продолжить свою деятельность для достижения важной цели здоровья и благополучия наших горожан. Это решение поддержали единогласно. «Что хочу, то и вырачу». Это выражение относится не только к владельцу участка по улице Энгельса, о котором шла речь на заседании собрания. Оказывается, так можно описать деятельности некоторых других застройщиков. В проекте значилось одно, а вот построили совершенно другое. На таких объектах побывали депутаты Чебоксарского городского собрания. Название «Два капитана» учеников 4-й Чебоксарской гимназии, вероятно, будет ассоциироваться не только с произведением из школьной программы. Так называется многоэтажный административно-торговый комплекс, который, согласно проекту, должен появиться буквально в нескольких десятках метров от школы. Посмотрите, какое состояние до спортивной площадки. Ну это же вообще вот как бы... Здесь же въезд в школу был у них, получается. Да, здесь был въезд в школу. Это наверняка пожарный заезд в школу там, да. Смотрите, вот. Ну вообще абсурдная ситуация, конечно. Стоя на краю котлована, народные избранники задались вопросом, как вообще можно было выдать разрешение на строительство такого объекта в данном месте. После жалоб учителей и родителей администрация города начала судебную тяжбу с застройщиком. Однако пока Афемида упорно стоит на стороне застройщика. Ну а на этом участке по проспекту Мира строят то, что и должны, автомойку. Только вот получился объект в два раза больше, чем был запланирован. Автомойка на два поста. Ну мы сразу видим, что тут раз-два-три это. Теперь она должна была быть одноэтажной с подвалом. Мы видим здесь второй этаж, маленький клочок земли, а строят то, что хотят. Примерно такая же ситуация со зданием на Марпасадском шоссе. Там за основным фасадом скрывается незаконная пристройка. Автор этой идеи, вероятно, рассчитывал, что ее никто не заметит. Ну а здание будущего кафе на Игерском бульваре прятать никто не думал. Здесь проект исказили открыто, отметили депутаты. И таких объектов в городе немало. Контролировать ситуацию призван муниципальный земельный контроль. Там по подобным объектам готовят документы и передают в суд. Что касается этих объектов, то иногда какой-нибудь лишний этаж, может быть, и не принесет городу особого вреда. Однако здесь важно создать прецедент. В случае искажения проекта могут грозить санкции. Чтобы впредь игнорировать разрешение, норма была неповадна. Так или иначе, увиденное и то, какие меры можно предпринять, депутаты еще обсудят на комиссии. В темном-темном поселке есть темные-темные улицы. Это не детская страшилка, а будни жителей поселка Новый Лапсара. На такую ситуацию с освящением они пожаловались главе города Чебоксара, когда тот приезжал с визитом. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Видимо, так решил Леонид Черкесов и отправился прогуляться по вечерним лапсарам. О том, что было дальше, в нашем репортаже. У нас нет в лапсарах освещения. Вообще освещением очень плохо. Ночью темно. Темно, темно. Ночью я приеду, стемнеет. И вместе с вами пройдемся по всем улицам. Такое обещание градоначальник дал во время визита в рамках единого информдня и выполнил его. Правда, в поселок Леонид Черкесов приехал еще за светлое. До наступления темноты успел обсудить проблемы, озвученные на прошлой встрече. К примеру, цены в местном магазине. Жители жаловались, что, пользуясь отсутствием конкурентов, сетевой гигант не обоснованно задирает цены. Информация подтвердилась. Мы посмотрели на молочную продукцию выше. Хлебобулочные изделия нормальные. Там мясные изделия, по-моему, нормальные. На и овощи фрукты выше были. Министр экономического развития провелся совещание с руководством «Магнита». Если я не так заявляю, что конкуренции нет, дадим разрешение Лапсарах еще супермаркет построить. Желаю, что в Чебоксарах не разрешаем больше строить супермаркеты. Лапсарах разрешим. Хорошо, чтобы кроме супермаркета в поселке появилось отделение Сбербанка, отметили жители. А то приходится ездить в город. Леонид Ильич обещал направить руководство письмо. А чтобы в город не отвозить детей в детские сады из-за нехватки мест здесь, в Лапсарах, решили создать дополнительно 60 мест. Для этого на ремонт выделят 6 миллионов рублей. Когда ответы на вопросы были получены, за окном наступил уже поздний вечер. Самое время, чтобы оценить освещенность. На центральных улицах все оказалось не так страшно. Так что кромешную тьму пришлось еще поискать. Однако место, где дорогу освещали только окна домов и на камерный свет телеоператора нашлось. Жители говорят, таких в поселке много. Здесь один фонарь поставить и нормально будет? Да. Хотя бы один фонарь поставить, уже будет нормально. Две стороны, да? Под угол. Ничего. Продумаем? Проектировать надо. Здесь ни сети, ничего нет. Поставить по одному фонарю, то есть решить проблему точечно, можно уже в этом году. А вот с серьезным переоборудованием всего поселка все не так просто. Есть участки, где темно, конечно, где надо делать. Мы уже определили те участки, которые будем делать в ближайшее время, буквально до праздников, до 9 мая. Здесь нужно посмотреть комплекс освещения поселка лапсар. И этот будем проектировать уже на следующий год. Комплексно все дворы, проезды дворам, улицы, они должны быть освещены. Для этих целей деньги в бюджет будут закладывать планомерно, отметил Леонид Черкесов. Так что из сумрака новые лапсары, вероятно, смогут выйти в следующем году. Лет проходит все больше, их остается все меньше. Накануне главного для нашей страны праздника тех, кому мы обязаны жизнью традиционно, поздравляют депутата Чебоксарского городского собрания. 73 года назад, когда начиналась самая кровопролитная война в истории человечества, это были мальчишки и девчонки. В 1943 году Евгению Скворцову исполнилось 17, его призывали в армию. Воевал в составе 3-й воздушной армии. В период фашистов были два месяца, город весь был разбитый. Вот ночью по улице идешь, смотришь в окно, звезды видать. А что это такое, как звезды видать в окно? А там, говорит, крыши нету, все разбито было. Мы находились на аэродроме, это под Москвой, Калинин, город, сейчас Тверь. Там как раз на аэродроме были. Утром кричат, конец войны. Ну, там разрешили, значит, салютовать. Вытащили запасные ящики, все, патроны, оружие. И кругом, кругом стреляют. Сейчас у Евгения Тимофеевича 57 лет счастливого брака. Двух детей, внуки и правнуки. А вот фронтовых друзей осталось совсем мало. В Чебоксарском центре социального обслуживания населения мероприятия для ветеранов устраивают каждую неделю. Черные птицы, вновь не росли, луча на небе терна. Много выпало на вашу долю. Многие не вернулись с боев, сражений. Все те, которые остались, вам вспала трудная жизнь. Поднимали все-таки государство. Надо было строить фабрики, заводы, новые города выстраивать нужно было. Растить детей, учиться самим. Тем, кто когда-то отстоял родину, желают главного здоровья. Ветераны благодарят за внимание и добавляют, лишь бы не было войны. В прошлом у него три войны. Но в настоящем оптимизм и жизнерадостность любящие дети и внуки. Накануне праздника герой войны заглянули высокие гости. Война в его жизни началась намного раньше 1941 года. Алексей Яковлев родился в крестьянской семье в марте неспокойного 1919 года, в разгар гражданской войны. В 18 лет его призвали в армию. На дворе шел 1938 год. А в 1939 началась Советско-финская война. В 1941 году его полк отправили во Львов. В 4 часа утра на мирные города посыпались вражеские бомбы. Началась Великая Отечественная. Досталась крепко солдат. Четыре раза раненая, два раза контуженная. В 1941 году под бревнами голова попала. Это плечо у меня, это ключица, по-моему, на три сантиметра короче. Три с половиной месяца лежал в Ташкине. Алексей Алексеевич говорит, воспоминаний много и плохих, и хороших. Под Сталинградом сам маршал Жуков подарил ему кусочек мыла, которое было в таком дефиците на фронте. А еще он видел, как пленили немецкого военно-начальника Паулюса. Но больше всего в душу запал День Победы. Победу одержали мы 8 мая. Потому что в то время в Москве 9 мая было. Солнышко заходит позже на Западе, чем в Москве. И вот победу надо считать. Две даты победы. Конечно, очень было весело. Плакали мы. Прямо слезы рычьем текли. Впрочем, радоваться пришлось недолго. В июле 45-го через всю страну войска переправили на Дальний Восток, чтобы ликвидировать Квантунскую армию японцев. Поэтому для Алексея Алексеевича война закончилась только в 46-м году. Кроме воспоминаний и ранений, с фронта он привез два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны, медаль за отвагу и две медали за боевые заслуги. Такой бравый солдат и в 95 лет даст фору многим. Герой войны поблагодарил за подарки и за то, что старого солдата не забывают. И пообещал на параде маршировать в первых рядах. Расцветали яблони и груши. Чтобы такая красота была не только в песне, но и в нашем городе депутатам городского собрания пришлось потрудиться. Подробнее прямо сейчас. Одели перчатки, взяли в руки лопаты. Это мероприятие народных избранников явно проходит в нестандартных условиях. Еще два года назад в Парке Победы заложили яблоневую аллею. В этом году дело решили продолжить. Я копаю и посажу. А как сажать не знаю. Правильно. Знаете, я, наверное, как минимум с первого класса копаю такие ямы. Сажаюсь все подряд. Должна быть яма чуть-чуть глубже, чем заканчиваются где придаточные корни. И корни направлять надо на сторону юга. Кто-то к мероприятию подготовился основательно, ну а кто-то, судя по всему, на место событий прибыл прямо из-за рабочих кабинетов. Однако шпильки и костюмы не помешали плодотворно потрудиться и высадить полсотни деревьев. Сына родили, дом построили. Стараемся деревьев теперь побольше посажать. Перед посадкой нас четко проинструктировали. Яма должна быть не менее 40-60 сантиметров. Ребра должны быть глубиной полтора штыка лопаты. И, значит, полить активно перед посадкой и на весу засыпать. Работал в колхозе. С пятого класса работал, да-да. На самом деле сажал картошку и там это, как его, зерно. Поэтому для меня это знакомо. Сейчас живу деревенье, тоже сажаю. И яблони сажаю, и туи сажаю красивые. Но этот парк шикарный, вот хочется его облагородить. Облагораживать подобным образом парк, вероятно, продолжит и в следующем году. Депутаты вышли с инициативой тоже, чтобы это делали. Вот вырубаем одно дерево, 10 сажаем взамен. И мы, если сами выступаем, должны показать пример. И уже третий год подряд высаживаем деревья. Если посмотреть, ни одно дерево с прошлогодней посадки, оно не высохло. И поэтому наша задача, чтобы не только посадить, но и сохранить эти деревья. А ночью года через два-три первые яблоки должны быть. Он родился еще 700 лет назад. С детства готовил себя к особой жизни. А к 20 годам решил постричься в монахе. Речь о Сергии Радонежском. Его православная церковь почитает в лике святых как преподобного, то есть угодившего богу монашским подвигом. В Чебоксарах появится храм в честь этого святого. Накануне место будущего строительства осветили. Это пока здесь только забор и трава. В ближайшем будущем между художественным музеем и Домом Союзов вырастет большой соборный храм преподобного Сергея Радонежского. Высота более 40 метров. Он будет вмещать тысячу человек. Место будущего строительства осветили. Наша задача, воспитывая молодое поколение, подняв этот храм, помня об истории, должны воспитывать молодое поколение в духовно-нравственном воспитании, чтобы у них была присущая любовь к своей земле, любовь к своим окружающим. И от этих добрых дел они свершали еще добрые дела. Так называемый нулевой цикл, то есть подготовку площадки и земельной работы планируется закончить к 2015 году, когда Чувашию посетит патриарх в Сея, Руси Кирилл. Участок под строительство выделил город, а вот с финансированием не все так просто. В бюджете города такой строчки невозможно заложить на строительство храма. Какие-то средства мы, наверное, изыщем, но все-таки, я думаю, что строить будем это всем миром. Наверняка, скажем, церковь тоже сама какие-то средства будет вкладывать. Поэтому здесь будут источники финансирования самые разные. Конечно, депутаты городского собрания, депутаты госсовета и все неравнодушные люди, я уверен, что помогут. Городам нужны новые храмы, потому что и молодежь все больше приходит в храмы, и средние поколения, и тем более пожилые. Я думаю, что много будет желающих горожан участвовать в акции в строительстве этого храма. Я как горожанин, как верующий горожанин, я тоже сегодня внес из заработной платы средства на строительство этого храма. Иными словами, одними молитвами здесь не обойтись. Нужна финансовая поддержка, отметил митрополит Чебоксарский и Чувашский. По примеру городначальника, первые взносы на строительство народным избранникам и представителям правительства Владыка Варнава предложил сделать сразу же. На этом программа местное самоуправление завершается. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова